Добрый день! Сегодня мы будем готовить необычный малазийский острый соус самбал. Соусов самбал очень-очень много. Этот соус очень распространен во всех странах мира. И очень много всевозможных рецептов. Один из этих рецептов я сегодня вам покажу. Наиболее известные два соуса это самбал улек и самбал баяк. Но мы будем с вами делать соус самбал. Это вот такой вот соус. Смотрите, он ярко-оранжевого цвета, очень насыщенный, с необычным вкусом. Приготовьте такой соус, и он обязательно вам понравится. Для нашего соуса понадобится 20 грамм нарезанного перца. У меня будут перцы хабанера, 7 поды и надо. Острота перцев от 350 тысяч. 3 столовые ложки растительного масла. 3 столовые ложки сахара. 1,4 стакана рисового уксуса. 450 грамм томатного соуса. 2 головки чеснока. И самый главный ингредиент это рыбный соус. Рыбного соуса нам нужно будет 1 столовая ложка. В кастрюлю наливаем немного растительного масла. Когда масло разогреется, высыпаем чеснок и обжариваем в течение одной минуты. Ладно, чтобы он отдал нам запах, запах и аромат. Не надо сильно пережаривать его. Слегка обжариваем. После чего добавим сюда перец. Я обжарил чеснок. Теперь добавляем водички сюда. Добавляем водичку. И высыпаем сюда перец. Я все пропорции увеличил в несколько раз. Так что у меня перца будет гораздо больше, чем в рецепте. Добавляем еще воды. И это все прокипятим в течение 10 минут. Добавляем еще немножко водички. Высыпаем сюда сахар. И томатный соус. Томата соуса можете лить на свое усмотрение. Если кто-то не очень любит, чтобы был вкус томата. Все перемешиваем хорошенько. И будем сейчас варить его в течение 10 минут. Кипит наш соус. Закончание еще осталось 5 минут. Наш соус закончил вариться. 10 минут прошло. Теперь оставляем соус, чтобы он остыл. Дальше мы загрузим его в блендер. И измельчим. Соус наш остыл. Теперь загружаем его в блендер для измельчения. Водички можете брать чуть меньше. С таким учетом, чтобы консистенция получилась не очень жидкая. А погуще. Вот так я наложил. А теперь добавляем немножко воды. Сейчас измельчим. И снова поставим на огонь. Доведем до кипения. И поварим еще 5 минут. А теперь измельчаем. Все, измельчили. Вот у меня получилась такая вот консистенция. Смотрите, густая какая. Красавец. Цвет просто бесподобный. Смотрите, какой. Какая густота. Теперь нам осталось только его поставить на огонь. И довести до кипения. И 5 минут проварить. После чего разорвем по стерилизованным бутылкам. И такой соус будет храниться в пределах 5 месяцев. За минуту до окончания варки добавляем уксус. И наш секретный ингредиент. Рыбный соус. Рыбный соус придаст просто супер аромат и супер вкус. Это самый основной ингредиент, без которого этот соус не получится. Вот еще пускай минутку покипит. И мы разорвем его по бутылкам. Я разорвил соус по бутылкам. Укупорил их. Теперь этот соус можем хранить в холодильнике. Этот соус предназначен для рыбы, для морепродуктов. Очень вкусный, очень насыщенный. Вкус у него ароматный. Приготовьте такой соус у себя дома. Я надеюсь, он нам очень-очень понравится. Для рыбы, для морепродуктов он просто незаменимый. Если вы хотите приобрести этот соус, можете купить его у нас. Ссылочка на каталоги семян, каталоги соусов. Вы найдете под этим видео в верхней строке комментариев. Там есть каталоги острого перца, каталоги томатов и каталоги острого соуса. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.